Что мы помним о школьных уроках географии? Они редко отличались оригинальностью и чаще всего заключались в банальном заучивании карт и конспектов. И глядя за окошко, порой так хотелось, чтобы скучный урок превратился в настоящий праздник знаний. Бывшим школьникам города Авдеевки в этом повезло. Много лет назад их учитель географии Юлий Байнарович организовал при станции юных техников детскую киностудию «Осюдфильм», где ребята не просто постигали азы операторского ремесла, а отправлялись для этого в горы. Вот это настоящие уроки географии. «Осюдфильм» придумали ребята такое название. По первым буквам слов «А» Авдеевская, «С» Станция, «Юных» и «Т» Техников. В 1969 нам купили плохенькую, ну, все-таки, кинокамеру. И стал вопрос, о чем снимать фильм. Я повел просто школьников девятого класса шестой школы в туристский поход в Дамбай на Кавказе. Когда увидели совсем неприкрытые следы войны, которых здесь на равнине уже нет, вот, это так потрясло всех нас, ребят и меня, что мы решили пройти по всем перевалам Кавказа, где шла война, и снимать фильмы об этих местах. Ну, первый поход для нас это было все такое интересное, все такое новое. Ну, и ближе, конечно, познакомились с Игорем Базловичем. Я его знала как учителя. А вот тут он мне показался как друг, как товарищ, как, ну, самый дорогой для нас человек. С самого детства, то есть, как бы, я повзрослел, то есть, определенные качества у меня пробудились, то есть, и мужество, и, то есть, взаимовыручка. Любовь к горам у Юлия Болеславовича зародилась еще в раннем детстве, когда он с сестричками и родителями в 1940 году переехал в Казахстан. Приехали мы, вышел я, значит, в отбор, так огляделся и увидел то, что потрясло меня, наверное, на всю жизнь. Что-то ослепительно белое, сияющее под лучами солнца, какая-то вот непонятная громада. Даже страшно было, я прижался к маме и спрашиваю, мама, что это? Она говорит, это горы, сынок, это горы, алтайские горы. Сегодня инициативный житель Авдеевки Юлий Болеславович уже на заслуженном отдыхе. Вот только ни на секунду он не хочет оставлять дело всей своей жизни. Мужчина возглавляет местный народный музей, куда постоянно приходят школьники и приезжают студенты из многих вузов. Все потому, что здесь развернулось несколько обширных экспозиций. Зал военной истории Авдеевки и музей обороны перевалов Кавказа 1942-1943 годов. А еще в одной из комнат организован уникальный кинозал со старинным проектором и кинолентами на пленках прошлого столетия. Здесь же хранятся и работы, отснятые ребятами из студии «Асюдфильм». За туманными барами, за лиловыми горами, Где в лазури тучки тают, где одни орлы летают, Где со всех сторон для взора столько сини и простора, Где лишь скал суровый камень долгий спор ведет с веками, И где слушает лишь ветер, мирный ход тысячелетий, Там в глубокой котловине, как кусок небесной синий, блещет озеро. Юлий Болеславович может до бесконечности рассказывать о своих экспедициях. Тем более, что за прожитые годы у него за плечами осталось более двухсот горных перевалов. Именно этот человек в свое время открыл пять незанесенных на карту ледников и одно озеро. В 90-м году мы были в долине Азур-Меч, это загадочная долина, Ее нет на карте, потому что топографы, когда вели съемку этой местности, Просто не увидели этой долины, она скрывается от человеческих глаз. Священники мусульманские запрещают туда, правоверным мусульманам, ходить в эту долину. Включил я свой аппарат и камеру, мальчик-оператор, значит, Как кто за веревочку дернул между пейзажем и нами, Густой туман обрушился вниз, ананас, дождь, снег, град. Вот, хорошо там лежала большая плита скальная, И крышу нам немножко сделала, мы туда юркнули под нее, сидим. Ну, сидели полтора часа, не прерывался ни дождь, ни град. Только спустились ниже, уже пейзаж этого не видно, закрыл склон, голубое небо, солнышко. Там же путешественники обнаружили и еще одну удивительную находку. В этой долине мы столкнулись со следами и деятельностью знаменитого Гульби Ивана. У нас его называют «Снежный человек». Босая, похожая на человеческую нога, 70 сантиметров. Да-да. Говорю, надо сфотографировать, а мы не брали ничего, налегке вышли на разведку. И, значит, кинулись мы назад к своим палаткам за аппаратурой. Ну, настолько я ошибся, надо было хоть одного парня оставить возле этих следов. Схватили аппаратуру, бегом назад, подбегаем буквально к этому месту, а нам уже навстречу стадо овец и пастухи на лошадях. И все затоптали. А еще Юлий Болиславович и его ученики внесли свою лепту в перезахоронение бойцов Великой Отечественной войны. 65 останков мы успели. А в 91-м году нас просто не пустили туда уже. Говорят, вы теперь иностранцы. Иностранцам что-то раскапывать на территории нашей незаложной страны. Вот там территория России, Кавачаево-Черкесия. Нельзя. И не пустили. А у нас там были разведаны места, где под камнями лежат останки наших солдатиков. Понимаете, где-то больше ста мест таких мы разведку провели и пометили пирамидками каменными. Вот так они там лежат, никем не захоронены. А их, наверное, еще дома ждут. Надеюсь, что они где-то за границей. Сегодня наш герой уже не стремится в горы. Возраст не тот. Но зато у него новое увлечение – литература. Читаю его книги. И самое главное, мне кажется, он пропагандирует культ старого человека, культ ребенка. То есть, насколько он проникся этими традициями в горах, когда люди друг друга поддерживают. И эти моральные принципы выходят на первый план. Те, кто прочитал, знают, что любовь превыше всего. Вот такой он, Юлий Байнарович. Учитель с большой буквы, добрый человек, который все время старается жить для людей.